Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Села пьяная за руль и сбила двух пешеходов. В день автомобилиста в Барнауле произошла жесткая авария. Выехать со двора и попасть в ДТП. Почему жители Красноармейского требуют убрать рекламный щит? Российский музыкант с барнаульскими корнями Игорь Бутман посетил краевую столицу. Страшная авария произошла вечером воскресенья в краевой столице. В центре Барнаула девушка в состоянии алкогольного опьянения сбила двух пешеходов. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, Тойота под управлением 25-летней девушки двигалась по проспекту Ленина от улицы Чкалова в сторону Партизанской. Не справившись с управлением, авто выехала на тротуар и сбила пешеходов. После этого Тойота прокинулась и столкнулась с двумя автомобилями – ГАЗ и БМВ Х7. Пешеходы, два молодых человека 18 и 17 лет, госпитализированы с телесными травмами. Им оказывается медицинская помощь. Сейчас водитель задержан. В прокуратуре региона намерены отправить ее под стражу. Прокурор Алтайского края Антон Герман взял дело под особый контроль. Между тем, из года в год в Алтайском крае становится все меньше ДТП. За пять лет их число снизилось на 18%. В текущем году от аварии пострадало почти 2500 человек. Погибло около 150 человек и 6 детей. Согласно статистике, мужчины попадают в аварии в четыре раза чаще по сравнению с женщинами. Притом, треть ДТП происходит по вине водителей, у которых стаж управления транспортным средством свыше 30 лет. Интересно, что самыми аккуратными признаны шоферы с опытом от 25 до 30 лет. Когда выехать со двора, почти равно попаданию в ДТП. Это будни десятков автомобилистов Барнаула, которые выезжают со двора на проспект Красноармейский в районе торгового центра «Гулливер». Риски повышает рекламный щит. По словам водителей, он закрывает нужный обзор. Есть ли управа на конструкцию, разбирался Дмитрий Дроздов. Вот мы выезжаем, и вот мне надо еще доехать какое-то расстояние, и все, я вот не вижу первую полосу уже. 200-300 метров уже не видно. Но приходится вот таким вот образом, потихоньку, по чуть-чуть между людьми. Ежедневно рисуем? Ежедневно, да. В ежедневном порядке вот таким вот образом. Итак, изо дня в день Барнауле с Юрий Котло каждое утро по одинаковому маршруту выезжает на работу. Эта дорога напоминает квест, задача игрока в котором – не попасть в ДТП. Обзор умешает рекламный щит на краю тротуара. Проблема-то в следующем, что когда выезжаешь здесь на поворот, соответственно, вот сейчас видно даже отсюда автобус и вторая полоса, то есть первая-вторая полоса, они перекрыты для обзора. Хотелось бы подъехать ближе, но есть автобусная остановка, автобус по диагонали заезжает. Соответственно, ты не можешь таким образом спозиционировать машину, чтобы безопасно повернуть на свою полосу. Стрессовая ситуация и почему сегодня? Потому что, собственно говоря, уже несколько опасных ситуаций было. То есть длительность помех этого щита, она не в днях или годах, а в ситуациях выражена. Чтобы узнать, насколько мешает щит обзору водителя, мы обратились в ГИБДД. В ведомстве ответили, что понятие «треугольник видимости» в данном случае не применяется, так как речь идет не о перекрестке, а значит, нарушения требований национальных стандартов нет. Автоэксперты признают потенциальную опасность таких участков. Я придерживаюсь такого мнения, когда в районе проезжей части, в районе дороги должно быть минимальное количество объектов, не связанных с дорожным движением, то есть знаки какие-то, щиты необходимые для этого дела. Это все закрывает обзор. Водитель, когда выезжает, ему что-то закрывает обзор. Что он применяет? Он применяет слово «выглядываю». То есть выезжаю медленно, с промежуточными остановками, а не просто посмотрел вроде никого и поехал. Кстати, в ходе написания сюжета в ГИБДД нам рассказали следующее. Рекламный щит на этом углу расположен незаконно. Установлено, что разрешение на эксплуатацию отсутствует, в связи с чем возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 14.37 «Нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции Кодекса РФ об административных правонарушениях». Дело об административном правонарушении направлено на рассмотрение в Мировой суд Центрального района города Барнаула. И теперь автомобилистам остается ждать решения и верить, что за этот промежуток времени не случится ДТП. Дмитрий Дроздов, Алексей Фрезин. День с толком. Накануне Дня автомобилиста в Техническом университете Алтайского края организовали традиционные соревнования по фигурному вождению. Однако участвовали в них не только студенты, но и профессиональные гонщики на своих машинах. Что решает умения водителя или характеристики техники, выяснял Данил Кузнецов. Разворот на 180 градусов в скольжении от «Жигули». Сразу видно, пилот подготовленный и не просто так приехал в Технический университет на традиционные соревнования по фигурному вождению, приуроченные ко дню автомобилиста. В этом году представлены две из трех, ну практически, скажем так, профессиональные команды. Это и подготовленные автомобили, и подготовленные гонщики, дрифтеры, которые пробуют свои силы. И одна из них – это команда, по счастью, нашего факультета получилась. Другая же команда профессионалов представляла группу компаний по продаже спецтехники. Свою специальную технику в виде скольжения они тоже продемонстрировали. Помог в этом дождь. В сложности перестроиться маленько с дрифта, когда едешь не на время, а именно на качество. А тут надо именно на время, на все узкие места проехать правильно, никакие фишки не зацепить. Конечно, машина у дрифтеров более подготовленная. Однако участники от вуза на стандартном «Жигули» говорят, не важно, что у машины под капотом, самое главное – это тот, кто сидит за рулем. У нас полный сток. 1,3, карбюратор, все как надо. Там пацаны заряжены на валах, 1,7, него мотор. У них все подготовлено. У них только одно преимущество – это выворот. Им просто проще разворачиваться. А так здесь скорость не влияет ни на что. В принципе, это просто на опытность, на внимательность. Помимо фигурного вождения, у участников были и другие задания, где машина действительно дело второе. Например, замена колеса, викторина на знание ПДД и проезд по автодрому со стаканом воды на крыше. Притом испытания на аккуратность проходили девушки. Несмотря на неровное покрытие, ни одна емкость не пострадала. В конечном итоге выиграла команда профессионалов от партнеров соревнований. На втором месте расположились студенты на стандартном «Жигули». Бронзу взяли дрифтеры от вуза. Среди призов, которые вручили участникам, были денежные сертификаты, инструменты и оснастка для обслуживания железных коней. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Правоохранительные органы Алтайского края завершили расследование дел, связанных с наркотическими веществами растительного происхождения. Главным подозреваемым стал 29-летний житель Барнаула, который собирал и хранил дикорастущую коноплю. Нарвал содержимое, вот это содержимое данное растение. Что это такое конопля? Сотрудники транспортной полиции задержали и изъяли у злоумышленника 450 граммов дикороса. По месту жительства преступника правоохранители обнаружили вещества растительного происхождения и более 10 граммов гашишного масла. Обвиняемый предстанет перед судом по статьям о приобретении, хранении и изготовлении наркотиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ни дров, ни денег. Пенсионерка из Алтайского края стала жертвой мошенников, когда пыталась купить дрова. В социальной сети женщина с 67 лет увидела рекламу дров. Когда позвонила по указанному в объявлении номеру, ей продиктовали счет на оплату топлива. После того, как пенсионерка перевела на счет почти 17 тысяч рублей, так называемый продавец перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Будьте осторожны в сезон подготовки к зиме. Алтайские аграрии сумели вырасти твердую пшеницу второго класса, редкого для производства, сообщают специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала Центра оценки качества зерна. Проба была отобрана в одном из агропредприятий в Ключевском районе. Специалисты объясняют, что для выращивания высококачественной твердой пшеницы требуются значительные временные и финансовые затраты. Оптимальные урожаи достигаются только на участках, где земля отдыхала в предыдущем сезоне. В целом, власти края в этом сезоне не ожидают рекордов урожайности. По прогнозам, показатели должны остаться на уровне средних многолетних. По данным Минсельхоза края, аграрии заготовили почти 450 тысяч тонн сена, более миллиона тонн сенажа и почти миллион тысяч тонн силоса. Сельхозпредприятия обеспечены кормовыми на 100%. Несмотря на погодные условия, в крае не пришлось вводить режим ЧАЭС. На телеканале ТОЛК официально стартовал проект «Все к столу». Ведущая программа Ирина Корчагина и наш оператор Андрей Печоркин будут рассказывать вам, как в Алтайском крае живут малочисленные народы. А заодно, что они едят, пьют, во что верят. Подробнее в сюжете. Вы когда-нибудь готовили вместе с евреями форшмак? Жарили с армянами шашлык? Или мололи толкан с кумандинцами? Если нет, то скоро мы это исправим. На телеканале ТОЛК официально стартовал проект «Все к столу». В этой передаче наша съемочная группа будет знакомить вас с разными народами, которые проживают в Алтайском крае. И вместе с ними готовить национальные блюда. Ведь кухня – лучший инструмент для понимания народа. В этот раз мы отправились к кумандинцам. Сегодня нам очень повезло. Мы попали на один из главных праздников кумандинцев – Качикан. Кстати, изначально это был чисто мужской праздник с эротическим подтекстом. Девушек и женщин перед этим мероприятием прятали. А все почему? Даже если замужняя девушка приходила на праздник, ее могли женить на себе без ее воли. Так что, кто его знает? Проект «Все к столу» реализуется с использованием гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Наш регион – один из самых многонациональных в России. В крае проживают представители более 140 национальностей. Хорошо ли мы их знаем? Как им удалось сохранить свои традиции, язык? Когда я сюда переехал в 1972 году, нас вообще не признавали, мы нигде не числились. Раньше же писали как? И алтайцев, и кумандинцев всякое разное. Благо, вот мама с папой меня записали кумандинцам. Я горжусь этим, что я коренной. Да, кстати, Шукшин, да? Вот по кумандинце Шукша в переводе на русский означает «Смешанный брак переселенцев с коренными жителями». И вот вышла фамилия Шукшин. Сто лет назад также говорили, что кумандинцы умирающие, и что их очень мало. Но прошло сто лет, кумандинцы есть. Пока живы традиции, язык, народ будет жить. В новом выпуске, который вы уже можете посмотреть в эфире и на всех наших площадках, мы приготовим кашу и чай из талкана. Это традиционное блюдо кумандинцев. Расскажем, почему кумандинцы называют себя люди-лебеди, и кто на самом деле этот дух – качекан. Ирина Корчагина, День с толком. Учат сохранять ценности, воспитывают патриотизм и любовь к родине. Это главная идея коллектива 52-го Барнаульского лицея. Ему исполнилось 65 лет. За столько лет учреждение неоднократно становилось победителем краевых конкурсов, а в архиве школьного музея хранятся уникальные экспонаты. Как лицей встретил свое 65-летие, расскажет Дмитрий Дроздов. Ярко, красочно и патриотично все ровно так же, как 65 лет назад. В 1959 году состоялось торжественное открытие школы номер 52. По случаю большого юбилея образовательного учреждения здесь собрались учителя, ученики и выпускники лицея, представители администрации города и МЧС России. Для гостей подготовили экспозицию о выдающихся представителях образовательного учреждения и его знаковых событиях с момента открытия и до наших дней. Уважаемые и любимые ветераны, спасибо вам за ваш труд, за вашу учебу и низкий вам поклон. Спасибо работникам школы, учителям, директорам, конечно, нашей Татьяне Викторовне, за ту профессию, которую вы выбрали. Город вами гордится. Большое всем спасибо. За последние 10 лет школа неоднократно становилась победителем краевых конкурсов, среди которых школа здоровья. Именно на базе 52-го лицея впервые было открыто отделение движения первых, а в 2012 году был образован класс МЧС. С самого первого дня работы в лицее делали упор на патриотическое воспитание детей. Вам, юные лицеисты, говорят, как мы завидуем им, что они могут учиться в такой замечательной школе. Я хочу пожелать от лица депутатов Барнаульской городской думы процветания в вашей школе, уважения к педагогическому труду и поклонения нашим учителям. Звание педагога – это гордо и по-настоящему здорово. Это моя профессиональная, творческая, искрометная команда молодых и стажистов, самых лучших, самых любимых, самых красивых педагогов на свете. Уже через три года после открытия школы ученики и педагоги создали школьный музей истории, который был достоин звания «Народный». А в прошлом году на территории лицея установили бюст Феликса Держинского и вернули лицею его имя. Дмитрий Дроздов, День с толком. 20 лет спустя. Именно столько времени прошло с момента прошлого визита в Барнаул известного музыканта Игоря Бутмана и его московского джазового оркестра, который отмечает 25-летие. Барнаульцы приняли коллектив «Тепло» и гости обещали вернуться. Теперь гораздо раньше, чем через 20 лет. Подробности в сюжете. В зале «Аншлаг» Барнаульцы продолжительными аплодисментами встречали каждый номер концертной программы московского джазового оркестра. Озвучали произведения как современных авторов, созданные специально для коллектива, так и популярные песни в джазовой обработке. Музыканты все играют очень ярко наши и очень с большой фантазией и позволяют себе вещи, которые можно позволить только на очень хорошую аудиторию. И при хорошем звуке. Но вот сегодня очень хороший звук. Крайний раз Игорь Бултман был в Барнауле 20 лет назад. Выступал вместе с Ларисой Долиной. Хотя, как отметил музыкант, общаясь с журналистами, с краевой столицей он связан своими корнями. Мой прадед был епископом Барнаульским до своего, так сказать, до 34-го года. Ничего себе. Он был епископом Новосибирским и Барнаульским, отец Тараси. Да, сибирские корни у нас есть, поэтому в Барнауле я был один раз, а прадед был много раз. Музыкант еще во время репетиции похвалил площадку филармонии, оценил ее акустику. Отметил, что в залах для академической музыки, например, в театрах оперы и балета и джаз обычно звучит идеально. Мы всем доказываем, что джаз – это не просто какое-то искусство легкое или какое-то неправильное, или непатриотичное. Музыка, она либо талантливая, либо она неталантливая. И многие к нам приходят и говорят, что они открыли джаз, слушая наш оркестр и побывав на наших концертах. Игорь Бутман пообещал журналистам, что в город, где жил его прадед, его оркестр обязательно вернется, и точно раньше, чем через 20 лет. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok